КОСМИЧЕСКОЕ СДРАСТИЕ КОСМИЧЕСКИЕ РАЗВАЛЮХИ ПОЛУЧИТ ОБЛИК ТРУБОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ Мы починим игровой звук, подтянем графон Старфилда до невиданных высот. Меня зовут Илья Шерифов, и я сделаю так, чтобы игра раскрылась моментально, а не через 200 часов. Что встречает нас при запуске любой игры? Заставочки и главное меню. Не знаю как вам, но мне в Старфилде не нравится ни этот космический фон, ни музыка. А как можно полностью погрузиться в атмосферу, если созданное разработчиками это вызывает отторжение? В качестве звукового сопровождения могучие моддеры предлагают нам главную тему из Кинзадза. Идеальный вариант! А вместо стандартного видеофона — сексуального Майка Охерна. Берём и то, и другое на Nexus Mods, а заодно прихватим и штуку под названием Clean Field, которая убирает надоедливую заставку Bethesda при запуске игры, а также лого и сообщения дня, торчащие по углам в главном меню. Да, вот такой Старфилд мне уже хочется начать играть. Что касается установки. Как показал мой опыт с Oblivion, бездумное насаживание модов на игру неминуемо приводит к проблемам. Однако ничто не сравнится с проблемой приобретения игр в Steam из России. На днях там стартовала большая осенняя распродажа. Время, когда Steam снижает цены на игры вплоть до 75%. И это один из лучших моментов, чтобы заполучить себе одну из новинок. А максимально выгодно сделать это можно через сервис Купикот. И самое лучшее время, чтобы пополнить Steam, было вчера. Следующая возможность — прямо сейчас. Купикот предлагает максимально простой способ закинуть денежку в Steam без лишних заморочек и с самой низкой комиссией на рынке. Чем больше сумма, тем меньше комиссия, а с промокодом StopGame вы скинете еще 2%. Пополнение кошелька происходит очень быстро и легко. А главное — безопасно. Нужно лишь ввести свой логин Steam, сумму, которую хотите закинуть, добавить промокод и жмакнуть «пополнить баланс». Сервис не просит у вас пароль и прочие данные от аккаунта, соответственно, никаких рисков. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк. А если вы авторизуетесь через Telegram и ВКонтакте, получите 50 бонусных рублей. Кроме того, халявные бонусы можно получать каждый день всего за пару кликов. Если у вас казахстанский аккаунт, не беда. На Купикод можно пополнять и эти кошельки. Встроенный конвертер все посчитает за вас по актуальному курсу. Переходите по ссылке в описании, не забудьте указать промокод StopGame и покупайте игры, которые давно хотели. Так как, Тот, тебя подери ставить моды? Этот ваш мод-органайзер я в химках видал, а потому в Старфилде я уже все делал вручную. Распаковываете архивы с модами и пуляете их в папку с игрой. Правда, тут есть нюанс. Одни файлы необходимо закидывать в папку дата в корневой папке Старфилда, например, видео с Майком Ахерном. А вот другие, тот же Кинза-Дза, надо тоже швырять в дату Старфилда, но уже ту, которая находится по пути My Documents, или вот документы, как у меня. My Games, Старфилд. Но бывают и такие моды, которые требуют закидывать файлы и туда, и туда. Как в случае с файлами CleanField для почистки главного меню. Поэтому внимательно читаем инструкции. Позже я еще буду к этому возвращаться. И да, убедитесь, что в файле Starfield Custom Innie у вас прописаны вот эти вот строчки. Сам файл находится в папке Starfield, в папке My Games, в папке Документы. Ах, щит. И мы снова. Каждый моддер должен сделать в жизни три вещи. Покормить кота, поменять ему лоток и добавить в игру скин Сидиджи. Но Бесезда, видимо, заговорила Старфилд, так что в игре до сих пор нет нормальной модификации на эту тему. Единственное, что мне удалось найти, это мод, добавляющий одежку Сиджея, культовую майку и синие штаны. Вот только у меня почему-то штаны серые. Но, допустим, синий цвет в мире будущего просто не в моде. Живите теперь с этим. Хоум из зеленой улицы, что ниже уровня грунта, нам придется создавать самим в игровом редакторе. Так что кладите рядом распечатку с ликом святого Карла Джонсона и лепите себе на здоровье. А когда уже попрет геймплей, открывайте консоль и вводите команду player.additem0029080f, пробел 1, и экипируете свежевыданную форму. Это, кстати, код из Скайрима. Как видите, он и в Старфилде нормально работает. Тоже и с прочими консольными командами. Пользуйтесь. Остается только добавить Mission Complete Sound Replacer, который заменит стандартный звук выполненного задания на знакомый всем олдам. А помните, каким было самое грозное оружие в Лос-Антосе? Здоровенный фиолетовый... Длинный гладкий штырь, который мчится к нам в... Очко. Что это? Похоже на гигантский... Дилда. В Старфилде такого нет, но нашему углепластику, благодаря опять же моддерам, можно вручить световой меч. А то странно как-то получается, сила в Старфилде есть, а джедайскую шпагу Бесезда не завезла. Непорядок поможет устранить Immersive Lightsabers. Он не только рискинет оригинальное оружие ближнего боя, но и добавляет соответствующие звуки. Тут установка будет чуточку сложнее, придется поковыряться внутри папок мода. Сначала копируйте папку Geometries в дату корневой папки Старфилд. Сюда же пойдут и модельки мечей. Выбирайте либо версию Combat Tech, либо Old Earth. Далее вскрываете папку с названием оружия, внутри выбираете цвета для своих сабель и копируете папки даты из них в корневую папку Старфилда. Затем в папке Sounds самого мода открываете каждую папку внутри по отдельности и копируете оттуда дату уже в папку Старфилд в моих документах. Ну и вот, все работает без всяких там этих ваших мод-органайзеров. Кстати, пробовал делать через него и, как всегда, куча ошибок в логе и нихера в игре не появляется. Ступая на путь джедая, с опасностями многими столкнуться ты можешь. И прежде чем меча светового ты навыки освоишь, ни раз и ни два загружаться после смерти придется тебе. Bethesda хотела сделать свою игру как можно более реалистичной. Ну вы знаете, этот вот их NASA Punk и все прочее. Но слыша, как помирают противники или главный герой, чё-то как-то реализмом и не пахнет. Поэтому я настоятельно рекомендую скачать моды Ммм, Ватча Сэй и Вильгелем Скрим Дэс Саунд. Воу, вот теперь реализм. Устанавливаются оба мода так же, как и звуки для светового меча. То есть файлы мода мы копируем в папку Старфилд в моих документах. Если есть сабля, должны быть и достойные противники. Вот тут энтузиасты прям постарались. На просторах Нексуса можно найти целую пачку модов, добавляющую еще больше знакомых по Звездным Войнам элементов. Вы каких клонов предпочитаете? Имперских или республиканских? Мне вот по душе как-то больше первые. Поэтому залетаем на страничку Galactic Civil War Conversion. И пока качается, обращаем внимание на вот эти четыре строчки. По этим ссылкам вы найдете мод, дорабатывающий внешний облик штурмовиков. Другой меняет подписи к нашим клонам на правильные. А третий меняет им голоса. Ну и четвертый заменяет флаги в игре на знамена Империи. И вот что получается. В этот список я бы еще добавил рискин мини-ботов, которые ошиваются в городах. Благодаря моду Astromech Minibots, CJ сможет познакомиться с R2, R3, R34, R69 и прочими мусорными ведрами из Звездных Войн. В конце концов, нужно ведь на ком-то тренироваться в обращении со световой саблей. Все, кроме папки Sounds, из архива моды кидаете в дату корневой папки игры. А вот звуки вновь относим в Starfield в документах. От мистера Васко этот мод не затрагивает. Наш железный товарищ в принципе не поддается каким-либо значительным изменениям. Но смотреть на вот этого вот механического компаньона, ну не могу я воспринимать его серьезно. Поэтому ступаем на страничку ретекстура Васко, качаем, устанавливаем, заходим в игру. И перед нами предстает настоящая машина для убийств. Киборг-убийца! А ведь Starfield такая во всем. Сует всюду максимально непримечательные модели, с которыми ну при всем желании ты взаимодействовать ну просто не захочешь. И вот как быть? Нам ведь на этом корыте летать полигры придется. Ну в смысле прыгать по точкам быстрого перемещения, вы поняли. У, сука, тот. Ладно, ща разберемся. Что вы ощутили, впервые оказавшись в космопорте Новой Атлантиды? Восторг? Изумление? Ужас? Последнее неудивительно. Я сам до сих пор в кошмарах вижу эти пырищие глаза NPC. Для пущей иммерсивности предлагаю скачать мод Sharded Nightware. Вот именно так я себя чувствовал после того, как вгляделся в лицо этой бабки. Обосранные штаны созданы по последнему писку моды. Так что если вы вдруг испугались встречи с инопланетными монстрами или милыми зверушками в какой-нибудь пещере, и захотите, чтобы ваш испуг отразился на одежде героя, вы знаете, какой мод ставить. А еще мне все никак не дает покоя то, как выглядит человечество, осваивающее космос. Вернее, уже освоившее многие звездные системы и вальяжно разгуливающее по улицам городов за пределами матушки Земли. Такие все стройные ходят, подтянутые, особенно ты. Это где такое видано вообще? Так и хочется сказать разрабам, вы вообще чем? Какими произведениями вдохновлялись, когда концепты рисовали? По-моему, самый реалистичный вариант людей будущего предлагал мультфильм Валли. Помните, там эти пассажиры настолько обленились, что не отрывали задов от летающих кресел? Ну так а где вот все это? Правим это дело модификацией Thick Civilian Outfits. Это не Валли, конечно, но уже что-то где-то близкое. Ну и чтобы довести облик городов до шедеврального состояния, устанавливаем Thomas is Everywhere. Все непонятные, невнятные рекламные объявления, постеры, билборды и флаги заменяются на изображение паровозика Томаса. Правда, он заменит вам имперские флаги, которые мы ставили немного раньше, но я думаю, что Томас все-таки лучше подходит Старфилду, чай у нас тут не галактическая империя, а с паровозиком атмосфера так и прет. Это снаружи, а вот внутреннее убранство зданий мы улучшим портретами Тодда Говарда, который будет грозно взирать на тебя со стен. Его взгляд пронзает облака, землю и даже плоть. Страшно представить, какие чувства ты испытываешь в этот момент, если до сих пор не купил Скайрим. Последним из точечных изменений, которым я хотел бы облагородить эту величайшую игру, являются новые видения при контакте с обломками артефакта. Старфилд просто включает одно и то же видео с пролетом по вселенной под какую-то бестолковую музыку, которые надоедают уже после первого-второго просмотра. Я вот поменял, и смотрите, что у меня вышло. Ностальгия аж до мурашек. Модификация называется «You are finally awake Skyrim Artifact Vision Replacer». Я считаю, обязательно к установке. Ну а теперь давайте перейдем к финальному штриху для нашего убер Старфилда. Невооруженным ухом слышно, как отвратительно звучит в игре оружие. Не выстрелы, а пердешь в лужу. Да и остальные звуки... Что это такое в 2023 веке-то? Бесезда, иди проспись! Великолепнейшая модификация под названием «Сенпай Филд» настолько хороша, что после нее ты просто не можешь играть. Ты проваливаешься в саунд-дизайн, звуки наполняют твое сознание, ты летишь сквозь бесконечность вселенной на световой скорости и чувствуешь, как солнечные ветры нежно колышут волосы на твоей ж... Короче, я просто включу, отойду, а вы наслаждайтесь. Единственный минус этого мода в том, что он заменяет вообще все звуки в игре. Разве что можно не устанавливать папку с... Вместо голосов персонажей, но вот все остальное уже не разделить. Конечно, если ты не знаешь, какой из 27 тысяч звуков под каким номером. Я вот пытался это выяснить. Стащил оригинальные звуковые файлы, распаковал их, сконвертировал в другой формат, но их были тысячи. Я не смог противостоять им. Автор мода обещал, что сделает по заявкам специальную версию с заменой отдельных звуков. Правда, прошло уже три месяца, и что-то как-то от него ничего не слышно. И вот только сейчас, под конец ролика, я подумал о тех, у кого Starfield просто-напросто не запускается из-за старого железа. И даже выкручивание настроек в минимум не помогает. Оно и неудивительно. Удивительно, мало того, что SS Duke требуется, так еще и системные требования у игры баснословные. Моддеры выкатили уже немало проектов по прокачке игры. Апскейлеры, улучшатели производительности. Но это все, как говорил мой дед. Дрочь без поддоба. Просто забейте. Лучше потейта-мода вы не найдете. Ммм, смак. Но теперь-то у вас точно не найдется оправданий, почему вы до сих пор не поиграли в Starfield. С моей подборкой вы получите незабываемый опыт. Гарантирую. И вот тут я бы мог сказать, мол, это была лишь малая часть охренительных модов от фанатов. Поройтесь на Нексусе и не такое найдете. Но, перебрав все пять с половиной тысяч вышедших на Нексусе модов, я ничего интересного больше не обнаружил. Ни забавных скинчиков, ни агентов-смитов из Матрицы, ничего такого, что могло бы подарить еще больше фана. Да и среди так называемых нормальных модов годноты тоже нет. Полезным может оказаться разве что улучшение инвентаря. Все прочее это какие-то совсем поверхностные, точечные, едва заметные изменения. Поэтому, что было, то и показал. Ну что ж, пойду думать над следующим объектом для модного приговора. Пишите в комментариях, знаете ли вы еще какие-нибудь мастхевные модификации для Старфилд, которые я мог пропустить. И оставайтесь с нами на СтопГейм.